Друзья мои, всем привет! Сегодня я хочу поговорить о тайных мужских желаниях. Да-да, именно желаниях мужчин. О чём же мужчины тайно в секрете мечтают? Давайте сегодня разбираться. Действительно, вопрос очень интересный. Не так давно мы говорили о тайных женских желаниях. Чего же хочет каждая женщина? И как же добиться, да, практически каждая женщина? А сегодня мы раскроем все секреты мужчин. Поэтому, дорогие мужчины, обязательно мне напишите, права ли я? Действительно ли вы об этом втайне мечтаете и боитесь сказать? Сегодня будем разбираться. Друзья мои, подписаны ли вы на мой телеграм-канал? Если вы ещё не подписаны, самая первая ссылочка в описании. Переходите, подписывайтесь, и мы с вами будем чаще встречаться и общаться. В своём телеграме я опубликую ежедневно самые интересные статьи, видео и фото. Поэтому каждого из вас я жду. Ну что, дорогие мои, какие же у мужчин бывают супертайные желания? Первое тайное желание мужчины, это чтобы мужчиной восхищалась женщина, да. То есть, действительно, мужчины очень любят, когда им восхищаются, да. Что ты у меня, там, мой защитник, да. Моя крепость, как у меня книга, да, новая называется. Мой мужчина, моя крепость. Не просто же так придумано название, да, друзья мои? То есть, это как раз я говорю про то, что действительно для мужчины это очень важно. Показывать его значимость, восхищаться его поступками и так далее. То есть, это такие аспекты, на которые мы должны с вами обращать внимание, да. Второе, это благодарность. Тоже такой очень яркий аспект. Но мужчины любят, когда вот к ним женщина испытывает это чувство благодарности. Причём, знаете, я думаю, что даже здесь мы говорим не только конкретно, что женщина должна испытывать чувство благодарности, а именно вообще все окружающие, если мужчина что-то, ну, от женщины понятно, это такое, это одно чувство, да, что вот она благодарна ему за то, что там он её содержит, за то, что там он с ней там какие-то дела ведёт и так далее, да. То есть, за любовь, заботу, поддержку. То есть, все-все-все вот эти критерии. Если же мы говорим про окружающих, то для мужчины важно, на мой взгляд, да, чтобы к нему относились чувство благодарности, да, его сотрудники, его там начальство, его родители, его друзья. А когда, соответственно, этого чувства благодарности нет, то, на мой взгляд, отношения клеиться не будут, да, абсолютно ни с кем, ни с женщиной, ни с родителями, ни с друзьями, ни с подчинёнными, ни с начальниками, да, потому что это чувство, оно такое одно из самых важных и основополагающих у мужчины, поэтому это действительно для него очень важно. Третье – это открытость, да, чтобы для мужчины была открытость, что он может высказаться со своей женщиной, да, то есть, он может рассказать, что, да, дорогая, у меня на сегодняшний день там есть проблемы, такие там проблемы в финансах, проблемы на работе, и чтобы женщина по отношению с мужчиной была открыта. То есть, для многих мужчин это действительно такой очень основополагающий фактор, да, то есть, фактор открытости. Также, мне кажется, то есть, мы, конечно, с вами в первую очередь говорим по отношению к женщине, да, эти все чувства женщине по отношению к мужчине, но, на мой взгляд, здесь мы можем также сказать и про отношения, опять же, с коллективом на работе, с друзьями, с родителями, да, вот это чувство открытости, оно очень-очень важно для многих мужчин, прямо очень важно, но мужчины об этом стараются особо не говорить, поэтому мы с вами про это чувство открытости помним, но, да, соответственно, акцент на нём особо не делаем. То есть, вот как говорить, что я перед тобой как открытая книга, конечно же, не надо, но уметь выслушать, уметь поддержать, да, в трудный момент, это, конечно же, должно быть в отношениях. И, конечно же, свобода. Это такое качество, которое очень важно, причём по отношению к разным сферам жизни, да, то есть, действительно, это очень ценно. И как раз многие мужчины про это очень часто говорят. Конечно, сейчас смотришь разных блогеров мужчин, смотришь разных психологов, они многие отрицают, что действительно эти тайные желания называют другие, очень часто всё сводят на сексуальные желания, но вы понимаете, что даже в сексуальной сфере вот эти четыре желания, они же тоже будут играть очень значимую роль, да, то есть, если вы вот сейчас их повторите, восхищение, благодарность, открытость и свобода, то их можно в том числе немножко перевести на сексуальный план, да, и здесь тоже они будут играть такую очень большую, очень значимую роль. Поэтому эти качества очень важны, и я вот сегодня на них, поэтому делаю такой очень большой акцент. Друзья мои, мне всё равно интересно знать очень ваше мнение моих подписчиков. Обязательно мне напишите, согласны вы со мной, или есть ещё желания, о которых вы в тайне мечтаете, да, то есть, какие, вот о чём же вы в тайне мечтаете, как должна женщина с вами себя вести, чтобы вы были просто в полном восторге. Обязательно пишите, действительно очень интересно. В следующих видео я обязательно эту тему разберу. Дорогие друзья, если вы ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поверьте, у меня для вас заготовлено огромное количество самых интересных тем. Также я каждого из вас жду в своём телеграм-канале. Первая ссылочка под этим видео. Переходите, подписывайтесь, и мы будем с вами чаще встречаться и общаться. Всех обнимаю, целую, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok